Привет, ребят! Я сейчас в гостях у своих родственников, и пока они ушли по делам, я хочу их удивить вкусным летним сыроедным блюдом. Это окрошка. И я так ждала лета для того, чтобы купить эти все ингредиенты, которые в сезон самые вкусные. Я специально купила самые доступные, самые простые составляющие. Там не будет каких-то авокадо, каких-то экзотических овощей и фруктов. Но, тем не менее, она очень вкусная и вообще не уступает по вкусу ни окрошки на сыворотке, ни окрошки на квасе, ни окрошки с мясом. Я специально показываю все, как уступила. Это подсолнечные семечки. К сожалению, у меня не было возможности их замочить заранее, потому что я вот только-только пришла из магазина, и уже нужно здесь быстренько готовить. Затем у меня горчица. Конечно, я бы дома сделала сама горчицу, но вот здесь та же самая история. Главное смотреть у нее на состав, чтобы не было никаких консервантов. Дальше в заправку я добавлю травы. Мне посчастливилось взять сборник розмарина, тимьяна, кинзы и базилика. Вообще, это можно заменить просто специями в зимний период. К примеру, итальянские травы или по отдельности. И можно еще добавить какой-нибудь черный перец, но для меня вполне достаточно. И лимончик для кислинки. Дальше огурчики. Зеленый лучок, куда без него. Редисочка. Салат из пекинской капусты. Кстати, мне нравится покупать ее, чтобы здесь как можно больше было вот этих зелененьких листиков, потому что, честно говоря, вот эта вот попка, она мне не нравится, потому что, ну, она жесткая, какая-то безвкусная. И мне ее некуда приспособить, я ее просто выбрасываю. Я терпеть не могу все эти пакеты. У меня их очень много дома накапливается, так как я покупаю все, практически все на развес в разных упаковках. И за неделю накапливается такой здоровый пакетик. Я мусор весь сортирую. И у нас есть в супермаркете специальная урна, куда можно сложить пластик. И я, в общем, отдельно складываю весь пластик и сдаю на переработку. Вот что мне в окрошке больше всего нравится, так это какое-то сочетание даже с какими-то грузинскими мотивами. Редиски, зеленого лука и кинзы. Мне кажется, что вот это сочетание, вот для меня в покрошке, это вот три самых главных ингредиента. Кстати, по поводу соли. У меня здесь нет соли, я ее не планирую добавлять, потому что, по-моему, в горчице уже содержится там немножко соли. Но, в принципе, вкус от этого вообще не страдает. То есть, нет ощущения, что оно не досолено. В принципе, можно вместо соли добавить ламинарию. Вначале я делаю заправку. Делаю молоко и семечек. Все, наверное, где-то пол пачки зеленочек. Здесь 200 грамм. Наверное, 100 грамм, я думаю, мне будет достаточно. Сразу же добавляю сюда немножко горчицы. Из зелени я добавлю немножко розмарина, просто чтобы она хорошенько перемешалась и чтобы этот вкус, он был равномерный. Тоже добавляю только листики, стебли откладываю. У него очень-очень насыщенный аромат, поэтому хватает буквально вот совсем немножко. Чуть-чуть базилика. Сок где-то половинки, может быть, даже одной трети лимончика будет достаточно. Количество лимона вы сами регулируете по вкусу, а также количество зелени, разных приправ. Мне, в принципе, такого достаточно. Теперь перемешиваем это все в блендере. Все, молоко готово. Это самая сложная часть рецепта. Сейчас его можно просто процедить. И основа будет готова. Видите, вот остался этот жмых. В принципе, его тоже можно использовать в кулинарии. К примеру, из него, если хорошенько его отжать, можно сделать сыроедную колбасу. Хоть я и совершенно не скучаю по вкусу колбасы, печины, мяса, но я ради интереса пару раз ее делала. Действительно, в колбасе мы едим вкус этих приправ, специй, чеснок, перец. Я бы сказала, что сыроедная колбаса со специями и с семечками по вкусу практически не отличается от традиционной мясной. Потому что мясо-то само по себе невкусное, сырое, вареное, практически в нем нет вкуса. Вот, молочко готово. И сейчас мы туда будем закладывать все наши овощи. Вот это вот сейчас все помоем, порежем меленько. Одно из самых моих любимых блюд на сыроедении не только из-за вкуса, но и из-за простоты и легкости приготовления. Вот 10 минут большая часть их ушла на нарезание овощей, и оно уже готово. Оно очень сытное. Лично для меня за счет молочка из подсолнечных семечек. Но если вы хотите еще более сытно, можно туда добавить авокадо. Оно придаст более такого сливочного вкуса. Ну, как по мне, то и так очень здорово. Очень интересно узнать, как вы готовите окрошку. Так что, если у вас есть какие-то интересные рецепты, лайфхаки, то напишите мне, пожалуйста, обязательно в комментариях. Спасибо вам за внимание. Желаю вам здоровья. Желаю вам приятного аппетита, если будете готовить такое блюдо. И до встречи в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова